Ранним утром 21 апреля на площади Победы собралась молодежь и поколение постарше. Здесь, возле мемориала, погибшим воинам в Великой Отечественной войне и тем, кто отстаивал интересы России в локальных конфликтах, организовали торжественную отправку призывников в армию. Более 20 новобранцев из Лобинского и Мостовского районов пополнят ряды вооруженных сил этой весной, поздравить будущих защитников Родины и сказать напутственные слова пришли представители власти муниципальных образований. Если относиться ответственно и добросовестно, все у вас получится. Желаю вам от имени и поручения главы района Александра Сачикова, желаю вам достойно служить, не упустить честь района, помните о том, что вас дома ждут родные и близкие и пускай с вами сопутствует удача и Господь Бог. Так получилось, что сегодня 21 апреля и 21 призывник сегодня уходят вооруженные силы. Уважаемые призывники, каждый выбирает свою профессию, но у вас сейчас одна профессия – это Родину защищать. Я думаю, что вы с честью справитесь и через год вернетесь здоровыми, возмужавшими к родным, близким. Позвольте мне от главы района Мостовского Ласунова Сергея Викторовича поздравить вас с сегодняшним днём, пожелать доброй, но нелёгкой, хорошей службы и чтобы вы вернулись все живы, здоровы, родным и близким. Новобранцев благословили священнослужители. Также в ходе мероприятия к поздравлениям в адрес призывников присоединилась председатель Совета ветеранов Ирина Городняя. Она выступила от имени солдатских матерей. Я желаю вам, чтобы в той школе мужества, которую вы пройдёте за год, вы поняли, что значит защита Родины, что значит защита своей семьи, что значит защита своих людей. Со словами на путься к новобранцам обратился ветеран Великой Отечественной войны Павел Шарин. Он не понаслышке знает, что значит защищать Родину. Но фронтовик пожелал будущим солдатам ротной службы. Будьте добрыми, честными солдатами, как мы служили. Мы отслужили по семь лет. Каждый мужчина должен отдать свой долг для защиты Родины. Это спокойно, как у наших деды, прадеды и отцы все отслужили. Так и вам пришла честь служить нашей армии для защиты, не только Родины, своих родных, знакомых. Главным виновником торжества военный комиссар Михаил Аненко пожелал удачи в прохождении срочной службы. Служите Родине честно, добросовестно. Запомните, что армия и народ едины. И все, что сейчас творится на Украине, это потому, что не было единства. Все наши командиры воспитаны духом патриотизма. Те традиции, которые наши деды и отцы завоевали, мы их должны сохранить и быть сильны. Я желаю вам военного счастья. Вернусь со всем живым и здоровым на радость родителей. Сразу после окончания торжественной части призывники вопрощались с родителями, сели в автобус и отправились на службу в армию. Наталья Твиненко, Владимир Дворников, телекомпания «ЛАБА». Спасибо. 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 Спасибо.